Когда Астана работает два дня в неделю, это среда и пятница, здесь в отеле The One мы с вами встречаемся по обыкновению всегда при параде, при должном настроении и добром здравии. Сегодня стартует летняя серия игр нашего клуба. По правилам клуба мы не пользуемся средствами мобильной связи, мы переводим их в беззвучный режим, либо в режим вибрации, либо отключаем вовсе. Я напомню, для новичков здесь сеть практически не ловит. За любые попытки подсказать знатокам, вы будете удалены из зала, мы вас об этом культурно попросим на первый раз. Во время обсуждения знатоков за столом мы сохраняем абсолютную тишину, дабы не сбить с мысли людей, которые сегодня открывают первый счет летней серии. Я прошу вас отнестись со всей лояльностью, ответственностью и солидарностью каждому, кто сегодня принимает участие в игре. Сегодня 23 мая 2018 года, и в 20 часов 39 минут времени Астаны я говорю вам добро пожаловать в игру. Уважаемые дамы и господа, в летней серии первая игра, которая сейчас начинается, принимают участие две команды. Приветствуем знатоков первой. Руководитель IT-проектов Абду Жабаров Занедин. Инженер-программист Шиманский Николай. Программист Виктуров Арслан. Программист Кошкин Станислав. Математик Жуматаев Ахан. И капитан команды, физик-ядерщик Агитаев Ильясов. Игра ведется до 6 очков. Я желаю удачи знатокам. Прошу за стол. Господин Агитаев, добрый вечер. Программист Кошкин Станислав. Каковы ваши ощущения, эмоции и ожидания? Немного волнительно, но ждем приятной игры, классных ответов. А теперь я попрошу вас развеять интригу. Господин Жуматаев. Да, господин Агитаев. Который очень рад и удивлен видеть вас в этой команде. Вечер всем, да. Да, сейчас вас представлю. Ну да. Да. Как претерпела вот это модное слово, трансформация? Да, да? Как претерпела эту трансформацию ваша команда? Ну, хочу сказать, тут ничего страшного нет. Просто, насколько мы узнали в правилах, по ходу серии нельзя меня капитана, а я, к сожалению, уезжаю, поэтому решили не рисковать. И капитану именно в этой серии будет Агитаев и Ясс. Я думаю, очень хорошо справиться с этим. Я в этом также не сомневаюсь. Господин Агитаев, много ли тренирован? Преодолено на пути к летней серии? Ну, по одной, каждую неделю. Однако вы в форме и по-прежнему дисциплине. Ну что ж, первый раунд. Начинаем. Старый интересный знаков нашего клуба. Учредитель компании OneShow и организатор наших игр, господин Зыкин. Вот он перед вами. Добрый вечер. У нас с вами много традиций, среди которых есть место и новым. Я имею в виду револьверную разминку, но в остальном, как играл наш клуб полвека по установленным правилам, так мы и продолжаем это делать благодаря хранителю традиции. Это клуб Ника, город Ереван. 26 лет в игре. Господин Маграмян. Здравствуйте. Господин Агитаев, начинаем сбылиться прямо-таки сразу. На каждый вопрос по 20 секунд. Работаем командно. И вот вам первый вопрос. Ну, ему предшествует интро небольшое, поэтому не все записывайте, что я здесь говорю. Ученые переписывали пословицы и поговорки заковыристым научным языком. Теперь без докторской степени или без определенного количества жидкости, получаемой путем многократной перегонки забродившей смеси, доведенной до нужной кондиции, не разобраться. Ну, вы поняли, о чем мы. Однако мы сейчас с вами попробуем поговорить о пословицах и поговорках. Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета пернатых. 20 секунд. Я вам 20 секунд давал. Господин Агитаев. Ответит Бектуров. Господин Бектуров. Я считаю, что это пословица. Цепляк по 8. Не успели, кстати, трое знатоков щелкнуть ручками, как вы уже дали эту версию. Правильно. Цепляк по 8. Второй вопрос конкурса в лиц. Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами. Время. Господин Агитаев. Мы считаем, что уговор дороже денег. Уговор дороже денег. Правильно. Третий вопрос. Теологы. Мистический постулат о том, что привычная малая социальная ячейка, состоящая из двух особей, совместное проживание которых узаконено государством, трансформируется в существо, главный антагонист самого главного, не классифицированное научными методами. 20 секунд. Муж и жена одна сатанах. Муж и жена одна сатанах. Хорошо. Муж и жена одна сатанах. Принято. Вы, господин Кошкин, произнесли это на второй секунде. Далее, 18 секунд, вы молчали. Вы молчали и искали оправдания своей версии. Да, вы подстраховывались. А вы женаты, господин Кошкин? Как давно? Четыре года. И какое все-таки слово или, может быть, словообразование в вопросе натолкнуло вас на эту версию? Ну, понятно было, что это семья и антагонисты. Ну, само собой, срослось. Однако, четырех лет достаточно, чтобы эти параллели проводить. Ну, спасибо, кому-то, быть может, действительно, из холостяков сейчас и вооружение. Правильно. Что становится 1-0, конкурс Бридс сыгран в пользу звонаков? Внимание, следующий вопрос. И пока он определяется, я представлю наших партнеров. Это The One Hotel Astana. Место нашей с вами постоянной дислокации. Здесь нам комфортно, здесь нам уютно и здесь нам всем нравится. Уникальное месторасположение отеля делает нашу летнюю серию куда более колоритной. Спасибо отелю The One. Продолжаем. Тишина в зале. Как утверждает буддизм, есть семь обстоятельств, мешающих отрешенности. горе, страдания, радость, наслаждение, любопытство и еще два, которые происходят поочередно и чаще, чем предыдущие пять вместе взятые. Через минуту я попрошу вас назвать неупомянутые два обстоятельства. Это что, радость? Радость, горе, страдания, радость. И причем они поочередно. Нет, они происходят поочередно. Водость, соня, сонливость, может такое. Любовь, любовь? Любовь не так. Каждый день можно спать. Может быть. Чем-то способствует разрешения. Разрешение, да. Мешает. 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 Еще что может быть? Жажда? Нет. Голода, не сытость тогда, а как это? Как, как? Тогда чувство голода и чувство... Здесь еще... Здесь еще... Волод, сытость. Давайте шумируем. Волод, сытость. Так основное. Волод, сытость. Что еще? Да. Ну да, когда... Время, господин Агитаев. Кто отвечает? Турфак сам. Итак, господин Миктуров. Их пять. Они мешают отрешенности. Это горе, страдания, радость, наслаждение, любопытство. И еще два. Какие? Мы считаем, что это голод и сытость. Голод и сытость мешают отрешенности. Принято? Гости нашего клуба во время вашего обсуждения так красиво и профессионально молчали, поэтому я вот в благодарность спрошу желающих. Кто хочет поделиться? Сон и голод. Сон и голод. Спасибо. Любовь и ненависть. Любовь и ненависть. Пожалуй, все. Господин Миктуров. Господин Миктуров, происходит поочередно и чаще, чем предыдущие пять вместе взятые. Что такое отрешенность в буддизме? Это состояние, я вас натолкнул. Это состояние, которое мы с вами часто называем состояние транса, в которое они входят. Но перед этим они совершают упражнения. Какие часто выполняем упражнения? Это вдох и выдох. Вот эти шестой и седьмой в данном списке значатся как обстоятельства, препятствующие отрешенности. В буддизме так. Согласен, согласен. Господин Миктаев не докрутили, но были весьма близки. Еще становится один-один. Продолжаем. Следующий раунд. Я думаю, многие из гостей клуба и знатоков помнят эти чудесные сувениры, которые были изготовлены личным брендом AB Creation. Это мастерская с изделиями ручной работы. Все мы с вами в восторге от того, что они умеют делать. Ну и я вас обрадую. В этой серии нас снова поддерживает наш надежный, исправленный партнер. Это личный бренд AB Creation. Это самое лучшее, на что способны человеческие руки. Выходит вот из-под мастерской данного бренда. Внимание, вопрос. Я попрошу вас, уважаемые знатоки, закончить фразу Пабло Пикассо. Моя мама говорила мне, если ты станешь солдатом, то будешь генералом. Если станешь монахом, то будешь настоятелем. Вместо этого я решил быть художником. И 60 секунд. И кем-то стал, да? То есть это вас станут. Нет, а на чем мы на цели несем? Нет, в кого можно пройти? Нет, в самый хороший художник. Кого можно пройти? Солдат, генерал, заслуживая служба. Абут векаста. Став собой. Став самим собой. Став самим собой. Абутов тихал. Ну да, довольно так. Кстати, это 2-й поля. Неплохое еще что может быть? В кого еще судожник можно пройти? Или собой, или при каждом шляпе. Так, вам хватит дальше. Или он может быть знаменитый, если он умеет. Ну, то, что... Ну, память, я, конечно, наисим не знаю. Еще великий художник, может, кто-то пример принесет? Нет, он же не знаменитый. Да. Он, ну, в смысле, вели. Ну, его что-то отчего... Он сам себя великий художник. Да, еще там. Хорошо, ладно, еще какие идентички. Так, не ищет еще что-нибудь. Нет, нет, не ищет. То есть это рост у вас такой, то есть... Сам собой отвечаю. Самим собой. Минута вышла. Господин Агитаев, кто отвечает в вашей команде? Ответит Шиманский Николаевич. Господин Шиманский, говорила мама Пабло Пикассо, если ты станешь солдатом, то будешь генералом. Если станешь монахом, то будешь настоятелем. Вместо этого я решил быть художником, говорит он. И... Принято. Он стал... Ну, если уж мы будем проводить иерархию в искусстве, он стал генералом среди художников, он стал монахом среди всех, кто с кистью. Иными словами, он стал Пабло Пикассо. Он стал Пабло Пикассо. Ну, и стал всем, кем стал самим знакомым. Счет становится 2-1. Следующий раунд. На сегодняшний момент, уважаемые дамы и господа, линия серии насчитывает 12 играющих команд, то регистрация все еще продолжается. Если есть заинтересованные среди вас, вы можете обращаться с госпожей Рапишевой. Она здесь. Также отвечает на вопрос организации тимбилдингов. А в стиле что, где, когда, таковые тоже. У нас зачастую происходит внимание. Вопрос. Вопрос из разряда визуальных. Сейчас мы с вами с экрана полюбуемся его содержанием. После я вам аннотарскую подложу. А далее будем думать. Итак. Вот он уже и появился. Уникальный знак, уважаемые знатоки, который вы видите, установлен на парковке Калифорнийского университета Беркли, где часто бывает тесно. В темно-синем квадрате стоят две буквы, которые мы от вас скрыли. Догадавшись, какие буквы скрыты, через минуту вы назовете тех, для кого они зарезервированы. Минута. Белосипед рядом. Написано, типа, обязательное разрешение нужно в любое время. С вашим пермитом Клайд. Зарезервированы для кого-то. Причем, две буквы. Причем, две буквы. Калифорнийский. Может быть, ученый? Да, может быть, профессор. Может, он и ДР, и ПЕЧ. Нет, там ПЕЧ. Доктор, а Доктор. Есть у вас. Нет, но вы Доктор. Хорошо, так, еще какие варианты? Почему велосипед? Нет, он тоже разъединировал. И ДР, и ДР написал. То есть... А может быть, для пешехода? Нет, он записал или ДР? А, инициалы. Инициалы. Просто инициалы. Там конкретные ДР, и ДР. Это была минута, на которую мы с вами договаривались. Спасибо. Господин Агитаев, кто отвечает? А вам ответит Кошкин с Денцов. Господин Кошкин, мы с вами все еще видим парковку. Я вам говорил, что это Калифорнийский университет Беркли. Там часто бывает тесно. Какие буквы скрыты? Для кого забронированы эти места, господин Кошкин? Ну, ничего лучше, что кроме как для профессоров мы не придумали. Мы думаем, что это буква Д и Р, как же доктор. Д и Р, доктор, принято. Сколько вы видите табличек перед собой, господин Кошкин? Шесть. Шесть. И что только шесть профессоров, по вашему мнению, докторов в данном университете? Зачем бы я тогда для вас конкретизировал, что это университет Беркли в Калифорнии? Давайте посмотрим второй слайд. Мы открыли вот эти две буквы. Что они означают, господин Кошкин? Это нобелевские лауреаты, которых дал миру именно этот университет. В университете их работает аж шесть человек. Нобелевских лауреатов. Еще становится 2-2. Безкомпромиссно сегодня проистекают наши диалоги и дискуссии. Следующий раунд. Продолжаем. Еще один прекрасный партнер с нами сотрудничает. Это журнал «Ахлкинез». Мы все в ожидании нового выпуска. Кстати, свежий номер появляется уже буквально на днях. Рассказывает о закулистных событиях нашего клуба. Скоро будем читать, листать и вдохновляться. Спасибо журналу «Ахлкинез» за его профессиональное освещение. Внимание, следующий вопрос. Через минуту, при вас, при всех, я попрошу знатоков закончить... Тихо ли вокруг вас, господин Зайдин? Вижу, вижу, как тихо. Спасибо. Закончить последнюю строку весьма актуального четверостишья из стихотворения «Русская песня» поэта Ибрагимова. Слушайте. «Не ищи меня, богатый, ты немил моей душе, что мне, что твои палаты?» Я подожду. Я подожду это, я подожду это, я подожду минуту. Ритмам нужно на слово «душе». Ребята, он наиболее видит папа. Многое свободное. Да, да. Смилом. Давай, просто сформулируем немного это. Смил. Ившалаш. Отлично. Еще что-нибудь может быть? То есть, ему богатство не нужно, да? Тяжело все у нас? Отлично. Смилом. Ившалаш. Это минута была, которую я подождал. Господин Агитаев. Отвечает господин Бектуров. Отвечает господин Бектуров. Итак. Начало перед вами, господин Бектуров. Можете просто финальную строчку мне предложить? Смилом. Принято. Господин Закин, я вижу, что вы тоже про лаваш подумали, да? Я не ужинал, поэтому да. Вот от чего бы там лавашу не появиться, а? В качестве последней строчки. С милым райом и в лаваше? Нет, лавашки интерпретируют службу по-разному. Я откровенно говоря... Если руки в лаваше. Если руки в лаваше. А почему не господин Кошкин отвечал? У него ведь большой семейный опыт. Господин Агитаев. Ну, первая лекция была господина Бектуров. Понятно. Демократия в команде. Хороший поэт пропадает в вашей команде, я вам скажу. Правильно? С милым райом и в шалаше. Счет становится 3-2, уважаемые бодоки. Господин Агитаев. Вы должны быть помните, что у вас есть возможность перегруппировать акценты и воспользоваться фоновой паузой, если она вам нужна. Но вижу сейчас, при такой динамике она вам нежелательна, да? Поскольку темп набран, самый что-либо есть подходящий. Следующий раунд. Продолжаем. Традиционно, уважаемые дамы и господа. Такие вовремя и стратегически правильно стараются, во всяком случае, использовать помощь клуба, минута в кредит и прочие преференции, доступные в рамках наших традиций. А вот, традиция не нарушая, долгожданное пришествие народу. Мы сегодня и блиц с вами испытали, а вот черный ящик готов появиться прямо в эти мгновения. Вопросы. Ученые подтвердили, что птицы единственные существа, которые способны видеть отличительную способность того, что лежит в черном ящике. А вот царица Клеопатра, которую до сих пор считают красивейшей женщиной в истории мира, носила украшения из этого, полагая, что тем самым сможет отсрочить процесс старения. Через минуту скажите, что в черном ящике. Птица ведет оптички у нас. Это какой-то материал. Птица может что-то отмечить и приятно, то есть украшения не искать процесс старения. Ментал какой-то или что-то вообще. Что-то, что нас понравится? Визуально что-то. А, может, блестящее? А, какой-то блестящее. Что блестящее? Нормально? Монада слишком. Что? Почему старение? Может, если какая-то похожа? Оно даже символизирует. Оно даже символизирует. Оно даже символизирует. Оно же жертв. Жертв. Рокшун, не расти за долго. Надо поискусственной или... Ну, может, кто-то сомолит. Или... Спасибо. Господин Агитаев. Давайте я попробую ответить. Я слушаю вас. Что в черном ящике? Ящик, конечно, большой. Мы думаем, что там жемчуг. В черном ящике жемчуг. Принято? Нет. Птицы способны видеть отличительную способность того, что лежит в черном ящике. Назовите мне отличительную способность жемчуга в таком случае. Ну, то, что искусственный жемчуг и... Ну, ну, приватный. Мы с вами видим, как он очень цепко прилипает. Мы видим эффект. А они видят сам процесс этого воздействия. Я говорю о магните сейчас. А вот его Клеопатра носила, как вы помните. Я вижу, что вы помните об этом, да? С целью отсрочить старение. Покажите нам магнит, находящийся в черном ящике. Птицам дано разглядеть электромагнитное воздействие. Счет становится 3-3. Да, вот поле они способны очень отчетливо наблюдать. Насчет сфокусированного и замедленного вы знаете, да? Очень подряд. Следующий раунд. Клуб Шторг Николая Астана благодарит учреждение образования Алматы Менеджмент-Университет. 30 лет на рынке образования. Это первый бизнес-вуз в Республике Казахстан. Знатоки, как и весенние серии, свои ответы, все, что они говорят устно, пытаются законспектировать и письменно в эти имиджевые блокноты. Да, я с вами согласен. Господин Кошкин, мало говорим. Хотя за столом мы находимся именно для того, чтобы говорить бурно. Вопрос. Однажды, во время Великой Отечественной войны, разведгруппа вернулась на захваченном у фашистов грузовике. Решение въезжать к своим на территорию, как вы понимаете, таило в себе опасность обстрела машины своими же. Без машины было более опасно находиться между двух огней. Разведчики решили войти на ура. Но при этом применили специфическую тактику, что характерно только духу русского человека. И благодаря этой специфике машина с разведчиками успешно объехала на свою территорию. Через минуту скажите, что же они сделали, ехав на ура. Восторг. Слышите, спасибо, наверняка. Может, ещё еще раз? Нет, почему на ура ехали? Может, цель рюкз? Или ещё раз? На ура. Песни орали? Восторг. Что русскому водителю очень сильно отличает? Они же немцы, они же фракты ездят, да? Может они выпили? А ехали вот так, да? Они решили ехать на УАЗ типа? Может они по бездорожью ехали? Не по дороге, а по бездорожью. Может выпили и поэтому ехали вот так? Ну как это? Вот выпили весь, да? Может быть по бездорожью выехали? А ура это? А, да, напрямик, они по дороге не пошли, а прямо за руку. Приехали. Собираемся подряд. Это минута была, я благодарю вас. Мы прекращаем обсуждение, господин Агитаев. Вроде бы... Ничего не объезжая, ломлявся кочки и так далее. На полной скорости. Принято. Хотя, господин Агитаев, и непонятно. По-вашему ехали не только на Уран, но и на авось, и на храм. И все остальные русские методы прорыва, да? Господин Тимирбаев. Господин Тимирбаев, здравствуйте. Добрый вечер вам. Спасибо, что пришли в наш клуб. Это присуще только дух русского человека. Как вы думаете? Может быть это по бездорожью? По бездорожью. Ну как знатоки и предположили? Господин Зейкин, ну как же я вас-то не спрошу. Спасибо большое. Мне кажется, что они ехали задом. Задом? А что же русские сейчас так ездят? Сейчас и казахстанцы так ездят. Но мне кажется, немцы бы так не поехали. Даже Каста про это пели. Это я помню, да. Это я помню. Но понимаете ли, кстати говоря, господин Зейкин, вы этого вопроса не знаете, поэтому сейчас мы с вами его вместе и разберем. Они едут на захваченном грузовике. Это значит свастика, это значит, вы понимаете, да? Они написали, может быть написали на русское слово. Нет. Господин Зейкин, вот. Вам как раз... Хотели взять, а вот держите. То есть они заранее написали спасибо деду за победу. Что-то вроде... Господин Зейкин. Это была версия Насти. Вам как разговорнику, кстати говоря, господа Некрасова очень рядом сейчас подобралась. Вам как разговорнику, господин Зейкин, известно величие и могущество русского языка. Правда? Знаете, что они сделали? Они сочно, по-русски, во всё горло матерились над системой. И ехали задним ходом. Это уж по вашей версии. Ехали они на скорости, на пролом, но при этом орали таким благим матом, что только свои могли понять, что едут русские. Счет становится 3-4. Следующий раунд. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Восточная притча рассказывает, как ученики решили прояснить, какие круги прошёл их учитель в пути формирования своего духовного мира. Сначала Всевышний перенёс меня в мир поступков. Потом я прожил в мире грёз. После я очутился в мире любви. Следующим был мир тишины, сказал учитель. Это, наверное, был последний круг вашего развития, сделали выводы ученики. Что вы, нет? Нет, конечно, улыбнулся учитель и радостно ответил. Я оказался прямо в сердце крепости Всевышнего. А в каком мире оказался учитель? Минута. Тишина до этого намёта на то, что сейчас тишина спрашивает. А как мы в мире знаем, что это? Сначала были поступки, потом грёзы, любовь, тишина. После тишины что-то. и сердце крепости Всевышнего, что это может быть? Матери эти идеи. Не боюсь, сострадание. Обучение. Утрость и освящение. Косло тишине. Сердце крепости Всевышнего. Минута, господин Агитаев. Можем взять помощь зала? Вы можете взять помощь клуба. Уважаемый клуб, я повторяю вопрос и даю вам 20 секунд, в ходе которых вы помогаете знатокам команды господина Агитаева. Так вот, восточная притча рассказывает, как ученики пришли прояснить, какие круги и круги прошел их учитель в пути формирования своего духовного мира. Сначала Всевышний перенес меня в мир поступков, потом я прожил в мире грез, после я ощутился в мире любви, а следующим был мир тишины, сказал учитель. А это, наверное, был последний круг вашего развития, сделали выводы ученики, что бы нет, конечно, улыбнулся учитель и радостно ответил. Я оказался прямо в сердце крепостью Всевышнего. А в каком мире оказался учитель? 20 секунд. 20 секунд, господин Агитаев. Кто отвечает? Ответит Кошкин Сталиславский. Господин Кошкин. Я оказался прямо в сердце крепостью Всевышнего. Улыбнувшись, радостно ответил учитель. В каком мире он оказался? Ну, нам, как, подсказали, что, возможно, это про пророка Мухаммеда идет разговор. А в самое сердце это мир. И, ну, все-таки ответим то, что мы думали, лучший вариант. Нет, что это мир просвещения, наверное, какого. Вам подсказали так, а вы выбираете эдак. Мир просвещения. Принято. Господин Жуматаев сидит справа от вас, по-моему, да? По правую руку. Да. Сегодня вы дважды его уже не услышали, господин Кошкин. В частности, ответ на этот вопрос господин Жуматаев произнес. Мне лично было его прекрасно слышно. Он сказал, что в мире... Слова, кстати, затаились в самом вопросе. Вот эти слова, которые я вам пару раз повторял. В мире радости и улыбки. Так он называл мир в сердце крепости Всевышнего. Господин Жуматаев, я... Жму вам руку, вы действительно взяли вопрос на нужных парах. Господин Жуматаев, вам нужна пауза или нет? Я даю вам три минуты, вы не покидаете этот зал. Вы можете прогуляться, если вам нужно. Проветриться. Три минуты мы ждем. Три минуты мы ждем. Три минуты мы ждем. Три минуты мы ждем. Это красительная wrestling. Фазоров. Три минуты мы ждем. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Господин Агитаев Ответит господин Шиманский Господин Шиманский будет отвечать Столько вопросов подряд молчало Здесь вместо одного пальца Аж руку поднял Господин Шиманский Не курите лежа Ибо пепел, который будет выметаться Из каюты, может? Ну, будет вашим правом Принято Не курите лежа Ибо пепел, который будет выметаться из каюты Может быть вашим пеплом Прах в праху, пепел в пеплу Правильно Что становится 5-5? Эффективным молчаном оказался Господин Шиманский Думал громко, но думал Всегда полезно Итак, счет 5-5 Решающий раунд Внимание Записывайте После президентских выборов в США Евгений Примаков Послал Джорджу Бушу-старшему Телеграмму В которой написал Хоть лично И не знаю Вашего сына Но искренне поздравляю Потому что свято верю В одну науку А каким словом Закончил телеграмму Примаков Добавляя Нотки сарказма Минута Сарказма Сарказма Почему сарказма? От кого? А может быть вообще вот Типа Прорабрай там А, ты уже младший Верил в науку или какое-то слово? В генетика это свято верю. Да, свято верю. То есть это уже какая-то наука. Типа астрология, атеология. В чем генетика это слово? Минута. Спасибо за обсуждение. Господин Агитаев, вы перебрали всевозможные науки. Кто отвечает? Попробуйте вы. Итак, телеграмма заканчивала словами. Хоть лично и не знаю вашего сына, но искренне поздравляю, потому что свято верю в одну науку. Какую? Я сниму вопрос через 2 секунды. Принято. Поясните, господин Агитаев, почему не религия? Почему не теория вероятности? Не закон отцовского притяжения, в конце концов? Принято. Может быть, что-то все равно способится. Я бы не любил. Я бы как? Я бы не любил. Я бы как? Я бы как? Я бы не любил. Ну а сарказм тогда в чем здесь? Вот сарказм я не нашел. А ведь Примаков-то нашел? Примаков? Примаков? Господин Агитаев, он в душе, посмеявшись над формулировкой телеграммы, подумал, очень надеюсь, что ваш сын унаследовал вашу политическую опрометчивую недальновидность, то есть генетику. Что можно лишь только унаследовать. Еще понравится 6-5 в пользу народов. С нами играла замечательная команда господина Агитаева. Давайте поздравим Агужабарова Занитина, Живанского Николая, Виктурова Арслана, Кошкина Станислава, Живантаева Акана и капитан команды Агитаев Ильяс. Это была значка Лига. Спасибо за ваше впечатление. Мы вернемся к игре второй команды через 15 минут. Виктор, вернемся к игре. Виктор, вернемся к игре. Виктор, вернемся к игре. Виктор, вернемся к игре. К вам ведущий Азамат Эмашев и режиссер Игры. Виталий Гончарук напоминает вам о том, что в нашем клубе соблюдают пунктуальность, дресс-код и галантность. Сегодня мы встречаем очередную команду знатоков, играющую в этот вечер, которым мы не подсказываем, которым мы не мешаем думать, потому что все, ради чего мы здесь присутствуем, это Ее Величество, игра. Добро пожаловать. 21 час 49 минут времени Астаны, и мы в нашей игровой зоне приветствуем знатоков второй команды. City University London, экономист, финансист, производственно-строительный холдинг Шар Курлус, представлен знатоком, госпожа Миктимирова Меруэрт. Список продолжает. King's College London, политэконом, международный финансовый центр Астана, представлен господином Алпамыс Алпыс. London School of Economics, политолог, экономист, консультант. Госпожа Четенева Дина. МГТУ имени Баумана, N.P. University, магистр бизнес-администрирования, проектный менеджер IT-стартапа, госпожа Куландыкова Сабина. Здравствуйте. University College London, господин Муташев Тулебек. А вот, собственно, и капитан Назарбаев University, Queen Mary University London, главный юрист-консульт Азена Capital Management, секретарь совета директоров БТЭК Venture Fund, преподаватель GMAT, образовательный центр M&K Studies, капитан над ним словом, господин Саута Кириас. Господин Саута, я ничего не упустил, надеюсь. Никакие губы не упущены. У вас полкоманды из Лондона прилетели на игру? Да. Полкоманды в Астане работают? Да, все верно, господин. Расскажите нам, может быть, в красу, может, пространнее немного, о разборе полетов после вашей первой игры. Ведь таких эмоций, как вот у ваших знатоков, я не наблюдал ни у кого за весеннюю серию. Господин ведущий, просто в прошлой серии нам как бы не хватило опыта, и всю ответственность за проигрыш в следующей серии я беру на себя, за то, что мы не взяли подсказку. То есть взяли ее, при том, что у нас был ответ, поэтому мы не прошли в полуфинал. Но я надеюсь, что мы набираемся опыта, и я думаю, что в будущем нам, может быть, провезет. Однако вы по-прежнему капитан, это значит, в команде хороший и здоровый климат, вы прошли немало тренировок, по-видимому. Так, Витя? Ну, не особо. Да, в основном все тренировки были онлайн, но я надеюсь, что хоть что-то нам поможет из этого. Ну, по крайней мере, мой английский вы сегодня потренировали. Итак, играем до шести очков. Первый раунд. Желаю удачи. Поделитесь опытом, диспозиционно, как онлайн можно тренироваться. Ну, есть, как создают группы в WhatsApp. Таким образом. Да, приложения на AppStores, которые можно скачивать, также какие-то вопросы, также базы данных в разных сайтах. Ну, вот играем объективно, ровно минуту думаем даже в WhatsApp-группе. Не совсем. Не совсем. Будь честным. Некоторые знатоков нашего клуба весенней серии обижались на викторине в Инстаграме, поскольку опубликованный вопрос обретал свой правильный ответ буквально на первых двух минутах. Знатоки обижались. Ну, как же так? В Инстаграме это полсуток дают. А у нас здесь же за 60 секунд нужно выдать желательно правильный. Ну, что ж. Пытаемся. Первый вопрос. Древнегреческий писатель и философ Плутарх писал «Не нужен мне друг, который видоизменяется вместе со мной и повторяет каждый мой кивок. Обосновал это он безумным доводом, говоря, что один такой друг у него есть и лучше него никто не справится с такими обязанностями. Я дам вам минутку, а вы мне назовете этого друга». «Зеркало или тень?» «Круче, круче, тень». «Да». «Есть еще версия. Давайте дальше. Бывает вместе с тобой. Видоизменяется вместе с тобой. Тень или отражения в мире». «Отражение зеркало». «Отражение зеркало» «Отражение зеркало» «Отражение зеркало». «Еще что-то». «Отражение зеркало» «Ну ладно, определяется с теми, да?» «Отражение зеркало». «Отражение зеркало» минута господин господин ведущий отвечает господин албас господин албас писатель и философ плутах заявлял не нужен мне друг который видоизменяется вместе со мной и повторяет каждый мой кивок более того есть у меня один такой друг а кто он принято а много ли вам господин албас известно о плутархе стало быть о аристархе вы также ничего не знаете и было двое плутах и аристарх кто они были а какие по вашему мнению они были близнецы но вот вы нашли кучу вариантов оправдывающих версию с близнецами они были господин албас друг друга абсолютно не знающими людьми поскольку это тень следующий раунд продолжаем если я ничего слышал еще до того как начался сигнал но вы вовремя господин заводов решили не отвечать досрочно потому что вы вопреки тени предполагали что это может быть и зеркало правда капитанская тактика действительности внимание следующий вопрос в 1939 году строящийся в гориком винзавод перепрофилировали завод шампанских вин первую продукцию он дал сентябре следующего года а еще через год он стал выпускать а вот что он стал выпускать ответите мне через 60 секунд шампанское производится стекло либо пробки на что можно переквалифицировать шампанское шампанское как именно шампанское производится ну там бродит бродит гильзы не знаю что деревянные там гильзы металла в заводе стекло производят или основания мне кажется больше он производит стекло стекло это песок из песка создает для этого что можно подвоенные цели время вышло кто отвечает господин ведущий скорее всего отвечу я потому что у команды нету версии по этому поводу мы считаем то что скорее всего завод производил годом позже стекло может быть для военной техники принято а какое стекло извините амбразоры для танков что еще господин скаков по моему у вас было осенение добрый вечер у нас традиционно осенение неправильно а что у вас тоже стекло для у нас коктейли молотова коктейли молотова а с чего взяли что неправильно бутылки готовы в условиях военного времени не до шампанского и коктейлями молотова забрасывали вражеские вы понимаете да танки 1-1 продолжаем следующий раунд а 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 внимание вопрос о уважаемые знатоки древние римляне очень любили играть в игру питанг Цель игры состояла в том, чтобы игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 метра по очереди бросали металлические шары. Стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с очень дорогим маленьким шаром, сделанным из лучших пород оливкового дерева. Этот маленький шар назывался кушанет. В черном ящике находится то, чем заменили кушанет древние римляне после завоевания Карфагена. Что в черном ящике? Время. Что за луто? Что же нужно? Ну смотрите, что дорогое должно быть, да? Тоже, что завоевали и что заменили. Маленький шар, очень маленький шар. Что это может быть? Как ты игра на тебе взялась? В очереди, да. 15 на 4. Здесь больше, скорее всего, что что-то заменили на дорогое. Что именно? И какой формы маленького шар. Что это может быть? Можем быть. Возьмите кушанет. Строго образа в какой-нибудь есть. Ваш лутоцинок не вшел, чтобы что-то проводят. Ваш частный. Ваш лутоцинок не вшел с укралом. Там сломы дути? Мы сломыми костями взяли? Да, мы взяли. Еще окей, еще один версий. Есть ли? Строго. Что это за лутоцинок? Я? 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 Чем заменили? Строго. 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 Минута, уважаемые стадаки, спасибо за обсуждение. Спасибо. Итак, кто отвечает, господин Саутов? Я думал, что господин Наташев хотят. Господин Наташев, прошу извинить, запомню. Господин Наташев, чем заменили кушанет древней римляне после завоевания Карфагена? Сколько я помню, это были слоновые римни, кости, и невозможно, чтобы сделали его в ящике белярный шар из слоновых костей. Принято. Сама игра вам знакома, без бемонтажа? Ну, размеры, примерные, смысл, чтобы дали что-то такое очень эффективное. Изначально это был очень дорогой шар Кушанель, сделанный из лучших пород оливкового дерева. Слоновая кость, как и тогда, так и по сей день, не менее дорогой материал. Не менее. Они только завоевали Карфаген. Какие версии есть в зале? Господин Аликеев. Господин Аликеев отсутствует. Ну, у нас такая же версия, бельярный шар, вторая версия апельсин, третья версия череп Ганнибала. Это точно сейчас в черном ящике? Вот то, чего в ящике еще не было, кстати. Мы веками хранили. А вдруг? Ну, вот уже четыре, как минимум, версии. Пусть скажет черный ящик. Карфаген, как вы правильно упомянули, это с севера Африки. А это? Кокосовый орех. Уважаемые знатоки. Без пытки. Очень легко снять с дерева, достать и играть в любимый питан. Счет один, два. У вас есть возможность музыкальная пауза, если она вам понадобится в специальных салутах. Пока все идет, на мой взгляд, вполне интересно. Итак, следующий раунд. Игра продолжается. Господин Аликеев. Периодически приходит время поддержать команду за столом. Вы раньше этот процесс подарировали. Да. Волна энтузиазма необходима, понимаете. Играем в конкурс БРИЗ, эспанин Саутов. Играем по 20 секунд на каждый из вопросов. И поговорим о устойчивых выражениях, переделанных учеными на язык науки. Ответив на все три вопроса, вы заработаете одно очко. А также услышать от меня нетранспортабельное выражение. Благодарность. Я имею ввиду спасибо, которое в карман не подкладешь. Итак, первый вопрос. Нестандартные методы лечения сколиоза путем проведения ритуальных услуг. Время. Горбан. 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 Чем больше, чем что-нибудь такое. Господин Саутов, кто отвечает? Ну, пусть выбрали, госпожа Бегтимировна. Не могли бы я для него вопрос повторить? Да, госпожа Бегтимировна, послушайте. Деструктивное воздействие импульсивного характера, которое наносит максимальный урон прямо пропорционально точности попадания. Как звучит это выражение? Нам попало в голову только отойти, потому что за двумя зайцами погонишься, не отмойтся. Я вас услышал. Господин Тайканов, добрый вечер. А как вы думаете? Редко, но метко, не знаю. Больше ничего не люблю. Госпожа Сополева? Не знаю. Кутузов любил так поговаривать. Господин Тайканов, молодец. Не в бровь, а в глаз. Не в бровь, а в глаз. Огурт Блиц не сыграл. Сейчас становится 1-3. Продолжаем. Следующий раунд. Сегодня мы дебютируем. 13-й сектор выпадает знатокам. Уже мы, дамы и господа, свои вопросы в 13-й сектор вы можете отправлять на почту нашего клуба вопрос-астана. Это mail.ru. И сейчас мы покажем отправителя данного вопроса. Да вот она перед вами. Это госпожа Исинжулова-1, которая на протяжении весенней серии давно готовилась к этому моменту. А вот теперь уже и вопрос, который она вам задает. У великого Гиппократа спросили, правда ли, что гениальность – это болезнь? Безусловно, ответил Гиппократ, но очень редкая. А какое еще свойство этой болезни отметил с сожалением Гиппократ? Минута. Она, безусловно, редкая. И что еще в болезни какие бывает еще? Из-за чего? Да, к самому. Ну давайте вообще другие версии. Не знаю, какая там практическая. Почему у кого-то с сожаления? Ненаследственного. Ненаследственного. Ага. Какие еще версии? Есть реальность этой болезни, это все-таки не с сожаления. Это все-таки наши подходы. Ну, здесь же с сожаления вдруг. У кого-то с сожаления не будет. Какую версию вы выбили? Блядь. Давайте обсуждаем эту версию. Ну, они знали, кто там следствует? Гиппократ знал, что наследство тогда есть? По-моему, не знал, мне кажется. Это была минута, господин Саутов. Я благодарю вас за обсуждение. Итак, следующая. Я думаю, ответит господин Алпос. Господин Алпос, у великого Гиппократа спросили, правда ли, что гениальность это болезнь? Безусловно, ответил Гиппократ, но очень редкая. А вот какое еще свойство этой болезни отметил он с сожалением? Господин Алпос. У нас есть две версии. Я буду не свою версию, но версию высокомандников. Да. То, что это болезнь, которая, к сожалению, не передается по наследству. Понял вас. Спасибо. Ненаследственная, если у вас, да? Ненаследственная, не передающаяся из поколения в поколение. Госпожа Морозова. Да. Кажется, есть версия у вас. Есть. Вот теперь расскажите нам о ней. Излечимая. Неизлечимая. Так. Господин Скаков. Незаразная, возможно. Вот именно так и считал гиппократ. Она очень редкая и, к сожалению, незаразная. И аплодисменты нашего клуба отправляются госпоже Исинжуловой-1. Автор вопроса 13 акцент. Счет становится 1-4. Господин Саутов, вам нужна перегруппировка? Нужна ли вам пауза? Да нет, господин Ведущий. Отлично, продолжаем. Следующий раунд. Пока оболнительно вращается Волочок, уважаемые дамы и господа, позвольте в вашем присутствии, господин Зыкин. Да, да. Да, вот вы... Отечественной, пожалуйста. Вы ближе всех находитесь. Очень хотелось бы сейчас вместе с клубом поздравить с днем рождения яркого знатока нашего клуба. Это господин Тайганов. Нурлан, с днем рождения вас. И, как и много лет назад, лучшим подарком к днем рождения всегда являлась книга. Очень надеемся, что эта книга не станет... Напоминание в нашем клубе останет настольным для вас чтеном. Ждем рождения еще раз. Спасибо. Спасибо за вложенный потенциал в наши игры и за вашу приверженность каждым из наших вечеров в вашей компании. Внимание! Возвращаемся в игру. Тишина в зале. Без подсказок и без мобильной связи. Мы слушаем вопрос. Я сенатор. Мистер Линкольн посылал за мной. Я должен видеть его по важному делу. Это слова, произнесенные убийцей Линкольна, которые оказались достаточными, чтобы он был пропущен в театр, где и находился президент. Теперь эти слова выбиты на меди, как постоянное напоминание об этой трагедии. Будьте добры, через минуту дайте совершенно точный ответ, где можно увидеть эти слова. Минута. На меди, медь. Где у нас есть медь? Меда. 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 Я сенатор. Мистер Линкольн посылал за мной. Я думаю, вряд ли он будет. Меда. 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 А сатую? Ну, там месяц на сатую не используется. Нет, там не используется. Господин Саутов. Господин ведущий, можем мы взять помощь клуба? Конечно, вы можете взять помощь клуба. Я повторю вопрос. 20 традиционных секунд. Послушайте вопрос. Я сенатор. Мистер Линкольн посылал за мной. Я должен видеть его по важному делу. Это слова, произнесенные убийцей Линкольна, оказались достаточными, чтобы он был пропущен в театр, где находился президент. Теперь эти слова выведены меди, как постоянное напоминание об этой трагедии. Так где можно видеть эти слова? 20 секунд. Секретная служба, это сотрудники. Может быть, Житон, что понятно. Нет, секретная служба, это охрана президента США. Чтобы помнили о бдительности. Как людей. Житон, второй вариант. Секретная служба, красивая. Секретная служба США. 20 секунд. Спасибо большое. Спасибо. Итак, было из чего выбирать, я надеюсь, господин Саутро. Ну да, господин ведущий, придержимся, в принципе, и нашей версии, которую дал клуб. Это, скорее всего, выбито на жетонах службы безопасности. Принято. На жетонах каждого сотрудника службы безопасности выбита эта надпись. Я, сенатор, мистер Линкольн послал за мной. Чья непосредственно вина заключалась вот в этом покушении? Начальника службы безопасности, который проявил вот эту неосторожность. А медь, это табличка с выбитыми на ней вышеупомянутыми словами. Эта табличка висит на двери. В кабинете начальника службы безопасности находится кабинет в Белом доме. И висит она там по сей день. Еще остались 1-5. Помощь клуба реализована. Минута в кредит у вас все еще есть. По тайм-ауту я вам предлагал. Продолжаем, господин Саутро. Продолжаем игру, выбирая следующие вопросы. Да, волчок сегодня испытывает. И ему все-таки не чужды человеческие переживания. Ну что, господин Саутро, как играем? В следующий раз приветствует госпожа Четенева. Госпожа Четенева, давайте поддержим. Ну и как всегда тишины, пожалуйста. Как всегда тишины. В инстаграм-трансляции, кстати, тишина всегда идеальная. Давайте брать пример с аудитории в инстаграме. Вот молодцы они. Не отвлекают, не спорят, не подсказывают. 20 секунд на каждый из вопросов. Я надеюсь, пройдет все по всем. Итак, внимание, первый. На месте, выбранном для строительства плотины, инженеры из Висконсина обнаружили остатки плотины, построенной в 870 году до нашей эры. Скажите, кому понадобилась плотина в столь давние времена? Кому понадобилась плотина в столь давние времена? Я думаю, это плотная плотина. Правильно. Эти существа строят дома огромных размеров. Ученые описывают случаи, когда в одном из разрушенных строений мог разместиться слом. Чьи это дома? Я думаю, это москиты. Принято. А как москиты занимаются строением домов? Это миссия термитов. Это термиты, госпожа. Супер Бритц не сыграл. За счетом 1-6 команда господина Саудова завершает сегодняшний вечер. Мы благодарим Виктимирову Милуэру, Алпамыс Алпос, Дину Чутеневу, Сабину Куандыкову, Муташу Артуребека и капитана команды Саудова Ильяса. Спасибо, уважаемые знатоки, за этот вечер. Господин Зыгин, господин Лаграмян, пришло время определить ярких, запоминающихся, результативных. Сегодня мы с вами стали очевидцами двух прекрасных сценариев. А вот это первого результата. Это знатоки команды Агитаева и Ильяса сыграли с счетом 6-5. И команда Саудова и Ильяса турнирный таблиц летней серии обозначили с счетом 1-6. Я напоминаю, что игры нашего клуба проходят в отеле Суван в Котово-Устанах два раза в неделю. Среда и пять. И за сегодня мы с вами положили начало очередной интереснейшей серии. Господин Зыгин, вам слово. Дорогие друзья, во-первых, добрый вечер еще раз всем. Поздравляю вас с открытием летней серии игр. Что, где, когда? Спасибо за аплодисменты. Спасибо за праздник всех любителей данной игры. Ну и, собственно, под замазь мы появились для того, чтобы наградить, на наш взгляд, лучших игроков двух команд. В первой команде я с огромным удовольствием хочу объявить лучшим игроком Кошкина Станиславовна. Ну и, собственно, во второй команде, во-первых, ребята мне очень понравились, все, но за смелость остаться одной в столь сложной ситуации при счете 1-5 взять на себя удар. Значит, у него один, а мы вас... дамы и господа, я бы засчитал правильный ответ. Меня рядом не будет. Дамы и господа, за всем сегодняшняя игра завершена. Мы благодарим вас за проявленное почтение к нашему клубу. До новых встреч и до пребудет с вами игра. Субтитры создавал DimaTorzok